Ну и подробнее о том, как провели эту операцию по пересадке искусственной кожи, расскажет мой коллега Роберт Ключарёв. На самом деле, когда вообще узнал обо всей этой истории, вспомнил популярный когда-то, 15 лет назад, сериал «Секретные материалы». Там как раз пересадили человеку вместо кожи какое-то вещество, и он продолжил нормально, собственно, существовать. Тогда мне это казалось фантастикой, и фантастикой мне на самом деле это всё кажется до сих пор, а вот врачам петербургским так не кажется. Сейчас мы поговорим с Артуром Вадимовичем, который проводил ту самую операцию по пересадке, я даже не могу сказать, наверное, пересадки не кожи, а какого-то вещества другого. Да, биологического импланта. Действительно, впервые в России была осуществлена подобная операция, и это уже не секретный материал, это уже реальность. Такой бесколечный матрикс иностранного производства. Впервые мы его использовали в России у пациента с последствиями ожогов. Вот молодой человек 21-го года получил ожоги более года назад и к нам обратился уже спустя такой довольно-таки длительный период для реконструкции кисти. Кисть была серьёзно повреждена, и функция её сильно страдала. Да, Артур Вадимович, то есть посмотреть, как вот он выглядел, мы не можем. Этот имплант уже сейчас, что называется, у пациента. Пациент с ним ходит, кисть его активно функционирует, всё хорошо, пациент доволен. Данная методика в России была использована впервые, в мире, в общем-то, она уже порядка 5 лет применяется, и довольно-таки активна. И, в общем-то, результаты очень обнадёживающие, и перспективы применения данного метода тоже очень высокие. То есть, действительно, прям вот в этом операционной вы проводили, вернее, вы проводили эту операцию, и скажите, как он приживается именно к телу? Это какая-то просто действительно фантастика, это люди какого-то нового поколения, это же как это вообще всё выглядит? Совершенно верно. Раньше что было в арсенале хирургов? Только обычная пересадка кожи. После данной операции возникают, как правило, проблемы, рубцовые контрактуры, функция органа страдает очень здорово. С помощью данного импланта мы можем воссоздать максимально полноценный кожный покров. Данный имплант – это не что иное, как каркас, некий каркас бесклеточный, на который потом прорастает обычная здоровая кожа, здоровые клетки, и в таком виде уже пациент может жить обычной жизнью, как раньше, до травмы. То есть, он не испытывает никакой разницы с применением данного импланта, то есть, всё то же самое, что было до травмы у него происходит. А почему решили пациенты именно пересаживать именно этот имплант, а не кожу? То есть, это был какой-то эксперимент, он сам на это пошёл, ему было интересно, чтобы ликвидировать последствия ожогов? Был я на конференции в мае месяце в Европе, Юма, знаменитая конференция, очень популярная, одна из ведущих конференций. И, собственно, там меня поразил доклад одного французского коллеги. Он показал опыт лечения более 30 пациентов с помощью похожего импланта, именно такого же, но похожего. Результаты действительно выдающиеся. И также впервые 5 лет назад в Израиле мы видели один из самых первых случаев использования импланта. Действительно, результаты были очень обнадёживающие, очень перспективные. Поэтому, как только... И насколько дорогостоящий процесс именно пересадка такого импланта? Сам имплант действительно дорог, он стоит более 50 тысяч рублей. Но когда речь идёт о функции, о восстановлении функции такого важного органа, как кисть, конечно, эти деньги, они не являются стоящей честной суммой. Сколько я понял, какой 13% ожога? Тело было у этого пациента. Насколько вообще можно увеличить эту цифру при каких-то тяжёлых случаях? Можно ли использовать такой импланта? Да, безусловно. Его основное применение, так называемые ожоги особой локализации, это кисти, лицо, область крупных суставов. То есть использовать на других областях его не обязательно. Но это действительно находка, действительно выход, решение при локализации ожогов вот в таких областях. Да, Артур Вадимович, спасибо. Ну что ж, хочется добавить, что действительно будем надеяться, что практика у врачей будет, и смогут они всё-таки в дальнейшем как-то ещё модернизировать, возможно, какие-то ошибки учитывать и продолжать работу вот с этими новыми имплантами. Возможно, конечно, хотелось бы, наверное, чтобы появился и отечественный какой-то аналог. Роберт Ключарёв, Юрий Косяков, Life78.